всем привет с вами канал art mania хочу рассказать маленькую вам историю поскольку у нас с вами уже пошла тема диеты вот и соседи стучат надеюсь что вам не будет слышно видимо отбивную делают конкретно прям стучат ну ладно вот короче история такая очень давно я устраивалась на работу когда-то до этого я работала и на работе то есть там было две недели обучения и две недели потом работаешь на тебя смотрят если все супер то оставляют если нет вылетаешь вот но в основном там все вылетали как выяснилось позже уже то есть там прям текучка была очень сильная узнаешь об этом позже не в этом суть и когда я пришла на работу то есть на собеседование все супер да приходите на обучение обучение я познакомилась девочкой ну девушкой не помню возраст у нас был наверное один где-то ну да один возраст у нас был младше там плюс-минус мы начали общаться общались прям вообще мы общались супер как очень хорошо то есть там обучение обучения потом хоп перемена там час допустим обучения не помню сколько по времени потом перемена все шли пить кофе там в туалет туда-сюда народу было тоже очень много нас было около 30 человек в группе обычно это вообще была к самая большая группа обычно было там по 7 8 человек 53 человека в этот раз прям была большая вот и мы каждую перемену каждый отдых уходили в другой кабинет там было несколько кабинетов и там сидели общались болтали вообще обо всем там ощущение было как будто самые лучшие подруги были мы как будто макс знакомы уже всю жизнь уже прям этот момент еще на диете было вот она меня все угощала давай поешь печеньку давайте должна поесть а то ты потеряешь силы и что-то в итоге короче там с диета моя сбилась ну там как раз свои перемена была там кофе было бесплатным сахар бесплатно ему воровали постоянно прям спокойно на камеру камера стояла не про спокойно вот так вот брали рукой весь этот сахар и прям клали себе в мешок про воровство было наглое печенье воровали там прям все вот печенье заканчивались вот то есть а и каждый день там были печенье разные новые какие-то необычные вот навес продают печенье знаете вот примерно такие же были там все поешь печеньку у меня вот мы общались там все обо всем общались несколько дней проходит мы общаемся все супер вот нас уже даже как-то называть стали в группе наши сестры подружки что-ли что-то такое опять вместе вместе мы везде вместе кушать там вместе приходили почти вместе уходили домой вместе после работы иногда гуляли вместе все супер вот и ситуация получается такая на с мужем же же до жила уже тогда у нее был сын ребенок там года три наверное он садик как раз пошел вот и я у нее все время расспрашивала город ну рожаешь больно рожать не более мне было интересно для меня это было что-то новое необычное мы с мужем только готовились идти подать заявление в загс чтобы расписаться сыграть свадьбу как раз вот через три месяца после этого пошли подали заявление у нас была свадьба для меня это все было только еще новое каково это вообще беременность как она протекает как там роды какой малыш как что делать я все это у нее тоже расспрашивала с удовольствием все это рассказывала и прям так это нравилось там ну так же мы общались там другие темы и потом в какой-то момент я говорю слушай а ты же в контакте есть наверняка давай договорить добавим все друг дружки вроде будем общаться там в контакте что там что-то спросить вечером плюс там обучались же все записываю там что-то непонятно чтобы не было вечером ей позвонить спросить а чё такое чё это чё тут ну давай я короче и через сон у меня был смартфон уже тогда у него был обычный телефон наверное вот я нашла через свой смартфон значит все к ней добавилось она должна была подтвердить заявку прихожу значит я вечером домой смотрю она в онлайне но заявку не подтвердила я думаю странно что же случилось ну ладно не подтвердила ладно попозже через какой через час-два смотрю она все еще в онлайне заявку не подтвердила я пишу что случилось почему ты не подтвердил заявку ответ тишина сообщение прочла но не ответила ну может занято мало ли ладно часа два на она еще проходит где-то но долгое время прошло опять пишу ей мол учет заявку то не подтверждаешь давай говорю подтверждай опять тишина прошло сообщение ничего не ответила как будто обиделась на что-то да мы расстались нормально все хорошо на следующий день опять на обучение приезжаю она молчит не здоровается ничего такая хоть серьезная как бука такая еще я думаю может быть зима была может умы она замерзла сейчас отогреется мы сидели с ней вместе она за компьютером сидела я писала письменную она тоже писала ну как бы было много народа а компьютеров было мало поэтому по два человека за компьютера вот но она все молчит все молча молча и грунт чё ко мне не добавилось то она там это учитель как бы ходит и рассказывает по классу туда-сюда мы можем также еще параллельно болтать то есть одним ухом мы слушали что нам говорят а другие муху мы разговаривали именно со своим собеседником со своим как бы знакомым другом который сидел рядом с ним то есть практически все так делали то есть и начинает от этого работать как бы у нас же как два мозга да тут получается и как бы одна сторона у нас работает и другая тут мы слушаем записываем тут мы разговариваем и туда и сюда и почти все так ну нашу линию как бы так был наш стол почти все а те прям сидели а открыт ему прямо открыли и слушали прямо вообще а у нас бубу 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 как у меня помню учитель ходит господи 0 сколько можно болтать ну что это там такое у вас серьезно и прям ну давайте вставайте рассказывать мне не все 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 время проходит опять бубу пубу вот и она молчит молчит и когда что же такое говорю на что что молчишь то Я говорю, ну скажи, что случилось, почему ты не добавилась? Я уже думаю, может, муж запретил, может, мужу что-то не понравилось. Говорю, муж запретил? Не знаю, нет, что-то там бу-бу-бу. Потом скажу, потом. Господи, ну когда же потом? Я уже не могу, говорю. Ну сколько можно? Ладно, перемена наступила. Она говорит, ты знаешь, мы не будем больше с тобой общаться, потому что муж не хочет, чтобы я общалась с тобой. Я думаю, странно. Говорю, а что произошло? Говорит, ну понимаешь, говорит, вот посмотри внимательно на свою фотографию. Я, значит, открываю, там у меня была первая фотография. В Сочи на фонтан я так присела, в очочках, значит, всё. И получилось, что боком, а когда я поправляюсь, когда я толстею, самое первое, что мне толстеет, это мой живот. То есть чуть-чуть я поправилась, там килограмм-два, у меня сразу становится огромный живот. И я смотрюсь в эту фотографию и понимаю, что у меня живот там как у беременной. То есть реально как у беременной. Причём у меня когда живот вырастает, он у меня как-то растёт от груди вот так вот. То есть не как у всех там может быть, там не знаю, как у остальных, внизу чуть-чуть, а он именно от груди у меня сам по себе такой. И она говорит, ты была беременна? Говорит, ты была беременна. И при этом, говорит, ты у меня задаешь такие вопросы, как будто бы ты ни разу не рожала. То есть, говорит, непонятно. Он говорит, мы с мужем весь вечер, говорит, об этом думали. Куда же, говорит, ты делала ребёнка беременна-то была? Говорит, у тебя там живот большой, то есть у тебя там как минимум девятый срок, уже девятый там месяц. Говорит, а в итоге, говорит, ты не рожала. Куда же делался ребёнок? И вообще у меня такой был ступор. Я даже вообще, мне никогда никто об этом не говорил, то, что у тебя живот как у беременной. Ну, хотя нет, мне родители так говорили, но мне казалось, что это просто шутка. То есть, я никогда не задумывала, что он реально. На меня летом можно посмотреть, да, когда я чуть-чуть поправилась. И что реально у меня живот настолько похож. То есть, даже летом в транспорте мне место никогда никто не уступал. Хотя, если живот у меня там был действительно как у беременной. То есть, такого не было, но просто у такой живот, я поправилась, живот первый, самый первый, он вырастает. И я говорю, я не была никогда беременна. Говорю, это вот просто, говорю, я чуть-чуть потолстею, всё, у меня живот растёт. Я чуть-чуть потолстею, живот растёт. Всё, сразу, буквально там килограмм-два, сразу он появляется. Она, точно? Ты уверен? Говорю, ну я уверена, если бы я была беременна, наверное, я родила бы. Говорит, ну вот мне и странно, мы с мужем весь вечер, думаю, блин, вам заняться нечем, а. Весь вечер об этом разговаривать. Говорит, блин, я написала человеку, мол, а чё такое, а почему? И всё. Говорит, а, ну тогда ладно, тогда будем дальше общаться. Вот такая вот история вам сегодня. Рассказала я. Вспомнила, просто вспоминалась недавно. Вот, в итоге там мы закончили учиться две недели, перешли, начали работать. Там было, так, сколько? Четыре наставника. И получилось так, что мы попали с ней к разным. И общаться уже стали гораздо прям меньше. Она познакомилась уже с другой там девочкой, начала с ней общаться. Со мной она уже особо не хотела общаться. Вот как-то так нет, нет, нет. Вот, потом я вылетела уже с работы в какой-то момент. То есть месяц закончился, им как-то не особо там что-то понравилось. Я вылетела. Ну, там все почти вылетели. Она ещё осталась. Я пыталась с ней вконтакте ещё общаться. Но нет, она не захотела. Всё. В итоге там спустя месяц, то есть я вылетела. А нет, сначала кто-то вылетел, потом я вылетела. И потом все остальные уже, я там общалась ещё там с другими людьми. И потом спросила, ну что там, работаете? Говорит, нет, мы все вылетели абсолютно. Вот из наших вообще там никто не остался. Там второй месяц ещё кто-то проработал. И всё, все улетели. 30 человек пришло, и все 30 человек просто улетели. Вот так вот. Это я устраивалась работать оператором колл-центра. Такая там была текучка. Ну, в основном в таких местах и есть текучка. Ждут всегда везде на рабочих местах. Сколько вот я искала работу, сколько муж у меня искал. Всегда ищут лучших. Ждут. Ну вот, вот, сейчас вот придёт ещё лучше. Не будем его брать. Не будем придёт. Подождёт там, подождём вот сейчас получше придёт. Вот сейчас получше. И в итоге там не знаю, кто там приходит, не приходит. Вот. Ну, мне очень нравилась эта работа. Мне очень нравилась. Прям ужасно. Именно вот оператор колл-центра. То есть, отвечаешь на звонки, которые входящие. Работала как-то вот до этого. И сходящие звонки. Вот это вот реально тяжело. Просто к концу рабочего дня сходишь с ума от этих цифр. Постоянно набираешь, набираешь какие-то цифры. Раньше так было, потом, я не знаю, может, сейчас уже по-другому как-нибудь. А тогда прям каждый раз номер, номер, заново набираешь номер какой-то, звонишь. Какие-то там услуги свои предлагаешь. Это я работала в Центр научной красоты. Там предлагаешь эти, как их... Ну, вот вам, наверное, звонили. Предлагали какие-то маски сделать, там какие-то процедуры, там вот что-то такое. Вот, типа, вот тоже так же я работала. Но там тоже, там нужно в месяц пригласить людей. Что-то не так много, человек пять, что ли, которые придут, которые реально попадут. То есть, реально попадут еще вдобавок на эту процедуру. То есть, еще нужно сказать, не забудьте взять с собой паспорт. Потому что без паспорта вы не попадете на процедуру. А человек пугается, а зачем паспорт? Ну, там проходная, вот так надо, зачем-то, не знаю, зачем. Если ты забудешь, человеку сказать, что паспорт надо взять, его не пропустят. То есть, все, ты зря работала. И что-то у меня там получилось меньше пяти человек. И в итоге я тоже вылетел. Ну, там такая же была текучка большая. Вот, и плюс там было без договора. Там обещали договор, да-да-да, договор будет, будет завтра. Он уже лежит у начальника на столе. Я просто не успеваю забрать. Говорю, ну, идите сейчас заберите. Ой, сейчас я занята. Сейчас мне надо сделать то-то, то-то. Вот я вечером, вечером, каждый день. А потом девчонки, которые там уже несколько месяцев работают, нам тоже так же обещали договор. И в итоге, мы уже несколько месяцев работаем без договора. Она все идет, идет. Потому что никакого договора нет. Никакого начальника, не знаю, есть или нет, где он там вообще находится. То есть, вот так вот, такие вот. Сейчас вот сидишь в декрете, а потом, я не знаю, Дима пойдет в садик. Начнешь опять, начну заново бегать, искать работу. С одной стороны, знаете, хочется. Иногда вот прям вообще вот хочется куда-нибудь в колл-центр, общение с людьми, отвечаешь на звонки. То есть, прям вообще мне очень хочется. А с другой стороны, бывает не хочется. Хочется, наоборот, сидеть дома, заниматься ютюбом, например, там, заниматься какими-то делами, записывать ролики. Вот иногда вот только так хочется. По-разному. Ну, посмотрим, как что там будет дальше. Как Дима начнет ходить в садик. Что там будет. Потому что я знаю, что дети многие целый год могут болеть. То есть, там, вот, целый год ребенок проболеет. Потом у него вырабатывается там иммунитет. Все супер. И он там начинает дальше ходить в садик уже каждый день. То есть, уже не болеет. Вот я поста читала. Вот он читал такое. Вот. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Как там, где-то я... Фильм я смотрела. Там девушка сказала, надо жить сегодня. Сегодня вот именно. Жить сейчас. Жить сейчас. Не думайте, там, будущее. Вот это я сделаю завтра там или что-нибудь. Там, порисую я, пожалуй. Вот мне рисовать некогда. Порисую я, пожалуй, начну рисовать понедельник, например. Или завтра, значит. Ну, нет, там, бери и делай сейчас. Надо жить сейчас. Делать что-то сейчас. Идти куда-то сейчас. Что-то такое вот. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии на эту тему. На мою историю. Что интересно. Вам понравилось, не понравилось. Что вы об этом, обо всем напишите. Интересно. Вот. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok